Бархатная революция в Армении между карнавалом и реалити-шоу. Я думаю, всем вам уже более-менее известны хотя бы самые основные события, которые происходили в Армении. Я всего лишь родом из Армении, но все-таки не считаюсь специалистом по Армении, но, конечно, довольно пристально следил за всеми событиями. И за последние несколько недель несколько человек с коллегой, с друзей очень часто спрашивали, что же там происходит. Были также предложения подобное организовать, собраться вместе, обсудить. Вот, собственно, как возникла такая идея. Поэтому я даже не знаю, как мероприятие назвать. Это не совсем лекция, а скорее обсуждение и поделиться чем-то. Для того, чтобы мне в этом деле очень сильно помог кто-то, я обратился к Севаку Карамяну. Он кандидат политический из наук, прожил в Петербурге. И в самый разгар революционных событий в Гереване Севак не сдержался и вылетел в Армению, чтобы принимать участие или наблюдать за событиями. Включенное наблюдение на несколько дней провел в Гереване. После чего возникла идея собраться обсудить, в том числе и с помощью человека, который был очевидцем. Человеку, который может нам помочь немножко разобрать все, что происходило и как кандидат политический из наук. Формат будет таким. Сначала Севак расскажет нам в целом предысторию, технологию, как все происходило, что происходило, какие-то интересные моменты, представить частичную технологию того, как все происходило. Затем я попробую немножко резюмировать. Мы хотели сделать это в неком таком формате не столь дебата, но чтобы было хоть что-то интересное, я решил взять на себя роль немного скептика, а Севаку приписать роль человека более воодушевленного всем, что произошло в Армении. С тем, чтобы и у вас тоже, я надеюсь, возникло, помимо вопросов, но еще и желание, может быть, о чем-то поспорить. Мы в самом анонсе, конечно, писали несколько вопросов, как и почему такое произошло, какова была российская цель и почему она была таковой. Попытаемся, конечно, вместе с вами ответить и на эти вопросы. И несколько вопросов, которые, наверное, будут подниматься. Попытка с нашей стороны, по крайней мере, будет предпринята, объяснить, чем это, наверное, не являлось, что изменилось, что может измениться и чего ожидать. И что сегодня практически происходит, потому что, так называемая, условная революция в Армении, она еще не закончилась. Там все еще очень активно происходят какие-то события. Ну, самый разгар событий, которые вызывали интерес в СМИ не только местных, но и международных, наверное, уже прошел. Теперь уже началась такая внутренняя активная политическая жизнь. Но она, как мне кажется, не менее интересная, скорее всего, даже более интересная, более сложная, но, может быть, менее захватывающая с точки зрения карнавалов и реалити-шоу. Столько, наверное. Придем, я передам слово с Иваку и послушаем. Попробуем представить, ну, так вкратце, предреволюционную ситуацию, вообще, откуда все это возникло. Мы не будем проводить такой исторический экскурс. Начнем просто с 2015 года. Почему этот год важен? Потому что в этом году президент, еще тогдашний президент Серж Сальксен и правящая партия республиканская инициировали конституционную реформу, что подразумевало смену полупрезидентской формы правления на парламентскую. Ну, сразу возник вопрос, почему это делается. И многие сомневались, что это делается с целью продления воспроизводства власти Сержа Сальксена, так как у него второй президентский срок подходил уже к 2017 году. Серж Сальксен, он публично заявил, что он не будет претендовать ни на пост премьер-министра, ни на пост президента. Вот, что это делается с целью, так как парламентская система правления более эффективна и так далее. Вот, ну, как мы увидим дальше, он как-то не сдержал свое слово. В 2016 году также проводилась реформа избирательного кодекса и избирательного законодательства. Устанавливалась пропорциональная система избраний в парламент, только пропорциональная. Но это не классическая пропорциональная система, она еще позволяла голосовать за отдельно взятого кандидата в рамках пропорциональной системы. Почему это делалось? Чтобы всякие местные там князки, там, не знаю, олигархи и так далее, могли для себя гарантированно обеспечить место в парламенте. Очень такая сложная запутанная система математическими разными формулами. То есть создавалась механизм для максимального получения голосов во время выборов в парламент. Вообще, 2016 год он был насыщенным, произошли очень много таких интересных и важных событий. О некоторых мы, в принципе, сейчас скажем. Это четырехдневная война в апреле в Карабахе, которая стоила жизни многих людей, после чего министр обороны был уволен. И потом еще захват полицейской постовой службы здания в Ереване вооруженной группой. Это были в основном ветераны Карабахской войны. Это была такая, можно сказать, террористическая акция, в принципе, хотя многие это воспринимают как некий акт протеста. Дальше, в 2017 году проводились уже парламентские выборы. Парламент прошли в основном четыре силы, но, конечно, республиканская партия, использовав весь свой административный ресурс, разные очень грязные технологии и так далее, то есть могла себе обеспечить 49%. Дальше второе место заняла Альянс Царукьян. Царукьян – это самый богатый человек в Армении, это олигарх такой, у него как бы своя карманная партия есть. 27%. Он с действующим, как сказать, с президентом не в очень хороших отношениях, но, тем не менее, они в 2018 году во время избрания премьер-министра все равно голосовали за. Дальше, это Альянс ЕЛК, исход или выход, переводится по-разному, который возглавлял нынешний уже лидер оппозиции, премьер-министр Никол Пашинян, у них было порядка 8-9%. И самая старая партия Армении – это такая традиционная партия с историей. Вообще, говоря по-честному, это единственная партия в Армении в классическом смысле этого слова. Все остальные – это вот первая, это чисто партия власти, то есть, самые члены вот этой партии особо не разбираются, что это за партия, какая у них идеология, какое видение, какая программа. Они как бы власть, и все, этим все сказано. Ну, с Армении все понятно. Что касается ЕЛК, там в основном собрались, скажем так, более такие демократические силы, молодые, там средний возраст, наверное, не выше 40 лет, и они прошли в парламент. Кстати, многие оппозиционные силы в Армении начали обвинять ЕЛК в том, что они приняли результаты голосования, то есть, тем самым, дали некую легитимность власти. То есть, чуть ли не в предательстве их начали обвинять. Вот. Так, в 2018 году уже подходил срок завершенного неполномочия президента Сержа Сарксиана, и, согласно новой конституции, президента уже можно выбирал парламент. Фигура президента оставалась, но она носила и сейчас носит чисто символический характер. Президентом был избран Армен Сарксиан, он никак не является родственником Сержа Сарксиана. Фигура очень интересная, бывший посол Армении Великобритании. Раньше он занимал пост премьер-министра в том числе. Вообще, такой интересный человек, доктор физико-математических наук, еще в советское время уехал в Кембридж, там учился, преподавал. Один из авторов игры Tetris. Но, что самое интересное, у него в Англии большая консалтинговая корпорация, которая занимается обслуживанием бизнес-интересов британских инвесторов на постсоветском пространстве, в частности в Средней Азии и в России. И то же самое он делает для уже российских и среднеазиатских политиков в Великобритании. Вот такой серый кардинал. Тем не менее, личность такая очень позитивная и популярная в Армении. Хотя реальной власти у него нет. Когда стало ясно в марте 2018 года, что республиканская партия все равно выдвигает на пост премьер-министра Сержа Саркисяна, это вызвало вообще в обществе такое протестное настроение. И Никол Пашинян, который депутат парламента, возглавляет альянс «Исход», заявил, что он в знак протеста начинает вот это пешее шествие из города Гюмри в Ереван под лозунгом «Сделай шаг». Ну, многие очень скептически отнеслись, конечно, к его инициативе. Вообще, пару слов можно сказать о нем. Ему 42 года. Вот последние лет 25 он постоянно бунтует. Он в Армении не было ни одного протестного движения, где он не принимал бы активное участие. Он еще, будучи студентом, на последнем курсе, будучи отличником, его не допустили госэкзаменом и, в общем, не дали закончить университет. Дело в том, что он уже тогда работал с журналистом и написал там про одного взяточника преподавателя. И это как бы была месть. Кстати, на днях Ереванский госуниверситет заявил, что готов пересмотреть все-таки свое решение и заслуженно предоставить ему диплом о высшем образовании. Но он отказался. Так вот, в активной политике Пашинян, да, он возглавлял, был главным редактором разных газет. На самом деле, одной и той же газеты, просто разными именами. Просто он постоянно судился с разными политиками, и чтобы не оплачивать штрафы за клевету там или за, не знаю, разные обвинения, он просто менял юрлицо, можно сказать. С 2007 года он уже в активной политике. Тогда была инициатива под названием импичмент против бывшего президента Роберта Кочаряна. Он тогда принимал активное участие. В 2008 году, когда в Армении были очень сильные протесты после президентских выборов, когда один из кандидатов не признавал результаты выборов, Пашинян был лидером вот этих протестов, основным рупором, можно сказать. И вот в 2008 году, 1 марта, произошли трагические события в Армении. Была предпринята силовая акция разгона демонстраций, которые длились круглосуточно в течение целого месяца. Я тогда тоже участвовал. И в результате чего погибли 8 гражданских и двое полицейских. Мы об этом еще будем говорить в контексте уже сегодняшних событий. Так, это про Пашиняна. Так, вот он начал свое протестное шествие из города Гюмри. По дороге, ну, общался с разными людьми, встречался там с местными жителями, там, в деревнях, там, в городах. В качестве протестных действий они начали заклеивать камеры в видеонаблюдение контроля скорости. В Армении вообще вот эти камеры считаются таким символом коррупции, олицетворением, знаю, там, порабощения. И почему это так? Потому что эти камеры в основном служат не безопасности движения, а именно, как бы, обеспечивают себе доход. То есть, более того, все эти камеры, которые стоят на улицах, штрафы очень высокие по армянским меркам, они еще и обслуживаются частной компанией, и весь этот доход получает частная организация. Это даже не идет в госказну. И в Армении все были уверены, что все эти деньги напрямую идут в карман брата действующего президента. Ну, может, не без обоснования, но, скорее всего, это так. Вот. То есть, вот начали вот такие действия и как-то привлекли внимание. 13-го числа уже Пашинян добрался со своими соратниками до Еревана. В Ереване в тот момент уже разные инициативные группы инициировали разные протестные акции, и у них был основной лозунг вот такой «Откажи Сержу». И у них, получается, вот эти два лозунга как-то очень синхронно объединились, и получилось «Делай шаг, откажи Сержу». Вот. На тему вот этих лозунгов очень быстро появились песни от рэпа до попсы, от рока до, там, не знаю, скороговорок и так далее. То есть, вот эта креативная часть, как мы увидим дальше, была очень сильная в рамках данного протеста. Добравшись до Еревана, Пашинян провел митинг на площади Свободы. Эта площадь прилегает к зданию театра оперы и балета. Это очень такое традиционное место вообще демонстрации. Вот на этих фотографиях изображены вот то, что черно-белое, это в советское время, это 88-й год. То, что уже вот цветная, это 2008-й год, после президентских выборов, когда оппозиция не признавала результаты выборов. Вот. Они провели здесь акцию, было немноголюдно, и потом неожиданно для всех Пашинян предложил переместиться на площадь Франции. А вот площадь Франции, это уже такой транспортный узел, то есть перекресток с кольцевым движением. Самое интересное в том, что если вот закрыть эту площадь, то движение в центре просто встает. То есть в этом плане Ереван очень удобный город для всяких революций, как мы увидим еще дальше. Вот. Поставили здесь несколько палаток и ночевали. Ну а потом, как мне уже рассказывали некоторые лидеры протестов, они, в принципе, отказались от вот этих круглосуточных акций, потому что они думали, что лучше, когда люди просто отдыхают, и на следующий день уже с большими силами продолжают как бы протестные свои действия. 14-го числа Пашинян со своими сторонниками устраивают шествие по одному из центральных проспектов до здания армянского государственного радио. Заходят туда с поднятыми руками, заявляют, что мы безоружны и так далее, но мы требуем прямого эфира. Акция немножко кажется нелогичной, так как государственное радио в Армении, наверное, слушает, не знаю, человек 100-200, а то и меньше. Но это была чистая демонстрация. И, как объяснял Пашинян, почему они это сделали? Он заявлял, что весь его протест, вот это пешее шествие от Юмрида Еревана, все государственные телеканалы, то есть не то, что государственные, а подконтрольные, а в Армении других каналов в принципе и нет. Ну, тогда не было. Они замалчивали эту акцию, и он требует как бы снять вот эту информационную блокаду. Он вот этой акции на самом деле добился своего, все вот эти телеканалы вынуждены были об этом рассказывать, хотя бы, да, там, по телевизору. Вот. На следующий день уже акция начинала как-то превратиться в некое децентрализованное движение, то есть в разных частях города, в разных вузах, в разных госучреждениях. Какие-то группы пикетировали, начинали закрывать улицы, призывать там к забастовке, к бойкоту там занятий и так далее. То есть в городе началось вот некое вот такое интересное движение. 16-го числа, это за день до голосования в парламенте, когда должны были избирать нового премьер-министра, Пашинян со своими сторонниками винулись в сторону проспекта Баграмяна. Это тоже такое очень магическое место. Вот на этом проспекте находится и резиденция президента, а сейчас уже и премьер-министра. То есть сэр Сарксен, он даже поленился поменять место прописки. Он даже вот это здание оставил за собой. А напротив находится здание парламента. И для полиции это очень такая типичная схема, потому что в Армении любой такой более-менее серьезный протест всегда заканчивалось вот по данному адресу. Вот ты подходишь, там уже стоят кордоны полиции, БТРы, колючая проволока. В общем, все как надо. Обычно, как это бывало, подходят люди, начинают выкрикивать свои желания, все такое. Полиция со второй стороны улицы тоже закрывает вот этот проспект и начинается задерживание, избиение, разгон митингов и так далее. На этот раз Пашинян, он, будучи таким опытным в этих делах, он понял, что здесь долго задерживаться особо не стоит. Пришли, да, там начался некий разгон, он даже получил там ранение, он поранил себе руку, он еще долго ходил с забинтованной рукой. И они начали разбиваться на маленькие группы и пикетировать госучреждения, там Министерство иностранных дел, там Министерство культуры, заходили в вузы, там зашли в университет и как бы собирали сторонников. 17 числа, это уже день голосования, вот когда депутаты голосовали за Сарксиана, в это время уже во всем городе проходили разные акции. Сарксиан после избрания своей речи еще призвал депутатов, ну как-то иронично, как-то утихомирить своего коллегу и привезти из улицы в парламент, что дела как бы так не делаются. 17 числа первый раз Пашинян призвал своих сторонников вечером собираться на площади республики. Площадь республики в Армении это самая большая площадь, она огромная, порядка 30 тысяч квадратных метров, это как 6 футбольных полей. Ни одной политической партии никогда не удавалось заполнить эту площадь. Также на вот этих заказных демонстрациях республиканской партии, когда людей загоняли туда в основном бюджетников, там школьников и так далее на автобусах, все равно эта площадь оставалась полупустая, но она очень большая по армянским меркам. На этот раз тоже она была полупустая, 17 числа, но тем не менее люди почувствовали, что в их рядах очень многосторонние появляются. Ну, в двух словах, так продолжалось, можно сказать, до 21 числа уже начались тотальные какие-то забастовки, начали перекрывать мосты в Ереване. Чтобы вы поняли, город там разделен на две части, можно сказать, и город объединяет там три моста. Если перекрыть эти три моста, город просто будет парализован. Более того, там страна будет парализована, потому что все дороги межрегиональные, даже вот эти трассы, да, там Грузию, там, не знаю, и так далее, они тоже проходят через деревян. Там нет кольцевых дорог, как в Питере или в Москве. Вот. Ситуация уже начинала вот так накаливаться, и 21 числа на площадь приехал президент Армении, Армен Саркисен. Это тот позитивный человек. Позитивный человек. Да. Он договорился с Пашиняном, что обязательно надо провести переговоры между ним и Сержем Саркисианом. Пашинян поставил свои условия, что переговоры должны пройти на нейтральной территории, ни в коем случае, ни в зданиях госучреждения, это пусть будет там гостиница «Мариот». Они должны пройти в прямом эфире, в присутствии журналистов, и предмет переговоров может быть только один. Отставка Саркисиана и вообще процедура передачи власти. Но с некими оговорками Саркисиан согласился. Серж Саркисиан согласился прийти на эти переговоры. Сейчас у нас есть возможность, да, вот посмотреть. В принципе, тут переговоры, переговорами их и не назовешь. Все длилось там две минуты, но мы потом прокомментируем просто пару фраз, которые стали ключевыми на самом деле. Все. Саркисиан. 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 Продолжение следует... 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 Но под напором протестных акций этот план не сработал. 1 мая было голосование в парламенте Армении. Единственным кандидатом на пост премьер-министра был выдвинут сам Никол Пашинян. Да, еще вот те две партии парламентские тоже присоединились к этому движению. То есть республиканская партия осталась одна, но все равно она... Да, да, то есть данная партия может заблокировать любое решение. В принципе, у них достаточное количество голосов. 1 мая заседание парламента длилось порядка 10 часов. Там задавали много вопросов. Там даже озвучали имена Навального и Саакашвили. До Сороса я уже молчу. Про него постоянно говорили. И так далее. Но, тем не менее, не голосовали за него. И он оттуда приехал на площадь. А на площади на тот момент было по разным подсчетам порядка 150-200 тысяч человек. А в целом по всей стране, наверное, не берусь сказать столько, но каждый второй уж точно был на улице. Прямо на площади стояли большие экраны. Вот заседание транслировалось. Все как бы следили. У всех в автомобилях были включены радио. То есть все в ожидании там некого как бы события. Но события не произошло. И на следующий день страна просто встала в забастовках. То есть от аэропорта до таможенных пунктов все было заблокировано. Ничего не работало. Все присоединились как бы к протесту. И республиканская партия все-таки как бы согласилась. И через неделю уже проголосовала за Ашиняна. Ну они проголосовали каким образом? Они всего лишь отдали там 12 голосов. И ему как раз не хватало столько. Очень интересный состав вот этих депутатов, которые проголосовали. Там нацменьшинство по новому закону Армении. Нацменьшинство там места в парламенте полагаются. И бизнесмены. Ни одного такого заклятого республиканца в списке не было. Вот. Тем не менее республиканская партия, вот уже можем сегодняшние события, да, там немножко рассказать. Они никуда не собираются. Они пытаются там путем и саботажа, и разных как бы методов оставаться у власти. Вот. Так, пару слов. Да, давайте немножко про стратегии вообще, да, стратегии и логики вот этого протеста. Первое и самое главное – это активное включение каждого участника. Вот это подчеркивание там значимости своей роли и обязательное активное участие. Акции были в форме игры, там, шалостей, флеш-мобов. Отсюда и большое количество подростков и молодых включились вот в эту игру, можно сказать. Возник некий азарт. Обстановка страха была преодолена благодаря именно большому количеству вот этих молодых людей. И что, скажем так, интересно для Армении, очень много девушек участвовали. Были случаи, когда там девушки на своих машинах перекрывали улицы, там, полицейские просто не могли ничего делать. Я сам видел, когда подходят полицейские там к девушке, говорят, ну, уберите машину, девушка говорит, а что не так? Говорит, ну, вот, вы там это нарушаете, говорит, ну, хорошо, штрафуйте. И вообще идите отсюда, хотя бы меня не мешайте, можете остаться. То есть этот полицейский, он просто там, у него мозг взорвался и все. Вот этот момент страха был таким образом преодолен. И взрослое поколение тоже подключился. Здесь уже сработали уже разные психологические моменты. Ну, прозвучали такие мнения, что наши дети на улицах, а вы дома сидите. Как же так, где ваша совесть, где ваша честь, что вы за трусы такие и так далее. То есть в Армении это еще и такое смена поколений на самом деле. Там средний возраст протестующих лет 25, наверное, да. Не выше. Так, дальше. Второй момент еще, да. Вот этот подчеркнутый ненасильственный характер акции. Это постоянно подчеркивалось со стороны Пашиняна, что сопротивляйтесь, не сопротивляясь. Ни в коем случае никакого физического насилия. Очень можно сказать, что и вот эти молодые люди, они были юридически очень подкованы. Например, там происходит задержание, да. Он сразу засекает время, что... И цитирует закон полицейскому, что вы имеете право меня задерживать в течение трех часов, не больше. Он сразу отправляет информацию по Фейсбуку, что его задержали. Пока его возили на участок, там его уже встречали юристы-волонтеры, которые его отбивали там за пять минут. И пару слов вот об этом карнавальном настроении, хотя мы назвали изначально наш доклад, можно сказать, карнавалом реалити-шоу. Вообще, в европейской традиции карнавал подразумевает некое временное, да, там, снятие табу от тех правил, по которым вообще живет общество. И карнавал обязательно подразумевает выражение протестных настроений. Именно протестных. Но в форме там праздника, в форме там, не знаю, веселья, то есть самое главное, вот это веселое настроение. И вот этот сарказм и юмор, и вообще креативная часть всей этой революции, она, конечно, зашкаливала. У людей возник даже некий спортивный интерес, что бы такое еще бы сделать, да, там. Я там про шашлыки на вот этих пешеходных переходах, или там ковши экскаваторов нарисовали, там сердечки. Ну, то есть там дети там на ходунках перекрывали улицу, там играли в волейбол. В общем, очень много такого интересного. И еще пару слов об имидже Пашиняна. Если можно, там. Вот Пашиняна мы всегда знали, вот, без бороды. Он такой, он всегда, как бы, казался молодым, таким бунтарем и так далее. Это буквально фотография, там, за месяц до вот этих протестов. Он преобразился в прямом смысле этого слова, да, там, он, как бы, помимо того, что отрастил бороду, то он как-то, можно сказать, постарел или повзрослел. Вот этот образ, человек в кепке с рюкзаком, это такой современный тип, там, проповедника. Да, ну, про эту кепку мы тогда тоже скажем. Такого проповедника, он еще и был в майке такого, в камуфляжного цвета, да, там. И очень многие видели сходство с одним очень популярным героем в Армении, героем Карабахской войны, гражданин Америки, бывший выпускник Беркли, который погиб в Карабахе. И визуально он очень похож на него, на самом деле. Я думаю, может, это не было сделано специально. По крайней мере, потом от этого образа никто, как видим, не отказался. То есть он бороду все-таки оставил. Что касается вот этих слоганов, «Сделай шаг» и «Откажи Сержу», они тоже очень удачно выбраны. Они обращаются на «ты» каждому. У них как бы четкий адресат и четкое действие, что надо делать. Я уже не говорю про вот эти разные флешмобы, когда призывали всех водителей там сигналить, весь город просто гудел. Или там призывали ночью там в 11 часов бить кастрюли. У меня было ощущение, что идет какой-то там, не знаю, перезвон там церковный. То есть вся страна гудит вот этими кастрюлями. То есть вот это ощущение включенности всех, оно, конечно, создавало. Да, еще и вот эти съемки с дронов, которые показывали вообще масштаб всего и вся. Ну и последнее, про диаспору. Реакция диаспоры была очень воодушевленная. Если от диаспоры Америки, Франции, там разных европейских стран это всегда было ожидаемо, то от армянской диаспоры России никто такого участия не ожидал. Здесь проводились демонстрации. Более того, в Москве произошли задержания. Задержали 60 человек во время демонстрации, двое до сих пор под следствием. Потому что всегда думали, что российские армяне, они как-то очень сильно зомбированы российской пропагандой. И любые вот такие действия там воспринимаются как некий майдан. Ну ладно, я тогда все завершаю. Могу я еще говорить. Насколько я понял, у нас есть проблемы со временем. Да. Спасибо, Сывак. Я поставил фотографии так просто, чтобы фоном дать все, чтобы здесь не презентация. Просто для тех, кому будет скучно и сложно дальше слушать меня, можно смотреть фотографии. То, что рассказал Сывак, да, это вплоть до 8 мая, как все происходило, что, собственно, произошло и прочее. Я хотел обратить внимание на ряд пунктов. Первое, это действительно, да, вот с чего началось и что требовалось. Речи Пашиняна, вот так, как Сывак сказал, он последние 20-25 лет известен как бунтарь. Он очень часто, он последние 6 лет, как минимум, был депутатом парламента. Он очень часто выступал с такими очень горячими выступлениями, разоблачал всех и вся. Говорил, естественно, против коррупции, говорил о необходимости сменить систему, сменить режим и прочее. В этом смысле ограничений, свободы высказываний, его не было как минимум в качестве депутата парламента. СМИ тоже, как было отмечено, да, они подконтрольны, но в Армении не существует такой тотальной изоляции СМИ. И в целом тот же Никол Пашинян был неоднократно в гостях у разных СМИ, телевизионных каналов, радио, того же общественного радио, в которое они вошли. Там даже был интересный такой дебат между Николом Пашиняном и, как говорится, руководительницы радио или общественного телевидения, когда они вошли в само здание, они спорят, он там требует дать ему эфир, та ему объясняет, что мы тебе, в принципе, и не отказывали. Но, понятное дело, такой спор был о том, чтобы здесь и сейчас. Те приводили аргумент, что сейчас у нас есть своя собственная сетка, да. Прямо сегодня не можем, но приходите завтра. Но в целом какая-то свобода высказываться у Никола Пашиняна была, конечно же. Теперь на чем протест, да, почему он собрал так много людей, чего они требовали. Вот как Савак правильно отметил, это в основном, в самом начале, по крайней мере, для людей, для вот этих сотен тысяч людей в Армении. Основным лозунгом было, да, вот отвергнуть Сержа, вот такое вот общенародное восстание против неприятного президента, теперь уже премьера Сержа, который просто не сдержал слова. 23 апреля, когда Серж Сарксиан вот так взял и довольно неожиданно для очень многих просто подал в отставку, мне кажется, помимо того, что был такой очень общенародный праздник, но праздник длится несколько часов, в тот же вечер, наверное, на следующий день, было такое немножко ощущение, а что делать дальше? Потому что, ну, вот мы хотели, а вот он взял и действительно подал в отставку, он даже ни в кого не пострелял. Мы так не ожидали, да. После этого пришлось, мне кажется, прямо на месте импровизировать. Наверное, формат не позволял, так скажем, в защиту того же Никола и его команды, я скажу, на площади, в подробностях рассказывать народу, для чего они здесь, что они обещают и что будет дальше. Понятно, что в таких ситуациях, в этих массовых движениях, наверное, легче всего для того, чтобы привлечь максимальное количество людей, для этого, наверное, нужно говорить максимально расплывчатые вещи. Чем Никол и его соратники зачастую и занимались, это, так скажем, теперь уже оппозиционный Николай Лагеревич часто называл просто тостами, потому что, ну, были действительно очень хорошие тосты за очень хорошую Армению, которую вот сейчас очистят и прочее. Но при этом вот эта вот логика того, что все должно быть, все должно иметь мирный характер, оно сдерживало их же самих, потому что не было никаких обещаний и призывов к иллюстрациям. Сами участники протеста зачастую, естественно, были намного более активны и агрессивно настроены, чем Никол и несколько человек вокруг него на сцене. Постоянно повторялось, что не только с полицией в столкновениях нужно поднимать руки и ни в коем случае не поддаваться провокациям, но и часто повторялось вот это вот именно слово вендетта, что никаких вендетт не будет, никакой мести не будет, за членами республиканской партии никто гнаться не будет. И это, мне кажется, в каком-то смысле тоже ставило, заранее какие-то такие мины были для теперь уже победившей, скажем, революции, потому что, ну вот, все произошло, 8 мая за Николая Пашиняна проголосовали, он стал премьер-министром, но в парламенте расклад сил остался таким, каким он был. Республиканская партия и сейчас имеет там большинство, даже несмотря на то, что те две партии и блок перешли на сторону Николая Пашиняна, у республиканцев технически теперь большинство. Они теперь не настолько сильное и мощное большинство, чтобы проводить любой закон или, наоборот, блокировать любую инициативу, но, тем не менее, они все еще остаются силой. Здесь тоже пункт, по которому я не очень согласен с Иваком, в том, что, да, конечно, партия Дашнак-Цюн, которая с конца 19 века, это единственная, условно говоря, настоящая партия, но республиканская партия в Армении, созданная в 1990 году, сегодня проходит такое, что? Не единственная, есть еще много... Да, об этом поговорим попросим, спасибо. Ну, парламент, скажем, ладно. Действующая в Армении, существующая в парламенте. Республиканская партия сегодня тоже стоит перед таким очень серьезным, я бы сказал, вызовом. Если она распадется в течение нескольких недель или месяца, ну, да, действительно, тогда получится, это была такая стандартная партия власти, в которой много членов тогда, когда она при власти, а если нет, то и членов нет. Поэтому это еще предстоит увидеть, что будет происходить с этой партией. Идеология у нее есть, она довольно жесткая такая, право националистическое. Очень интересно, что она была при власти последние много лет, и при этом у Армении с Россией были довольно-таки дружественные отношения. Никто ни разу, ну, помимо телеканала «Звезда» и прочих одиозных журналистов в России, никто особо не поднимал вопрос, что там главным идеологом партии, и, точнее, человеком, на котором выравняется в Армении. Это не очень комфортный персонаж для России. В России очень легко его сравнить с коллаборационистами, хотя есть очень много споров, конечно, является ли он таковым или нет, но тем не менее. Далее, во время выступлений, а также во время интервью, в том числе и прямо в те дни, когда все это проходило в апреле, Никол Пашинян, во-первых, там созвал пресс-конференцию для иностранных и армянских СМИ, также давал интервью российским СМИ. Ему задалось очень много вопросов, естественно, в том числе и про программу. Понятное дело, что вот не ожидает никто здесь и сейчас предоставить все в письменном виде, но хотя бы по пунктам. И если разделить все на внутреннюю и внешнюю политику, то во внутренней политике, вот в традиции этих самых тостов, у Николова Пашиняна были основные вещи, вот такие большие пункты, что вот нет, не будет больше олигархов в Армении, не будет коррупции, вся экономика, весь этот теневой бизнес мы выведем из тени, будет справедливое расследование ряда громких дел, в том числе и вот этот расстрел демонстрантов 1 марта, вопросы политзаключенных, которых немало в сегодняшней Армении и прочее. Что касается олигархов, то был ряд крупных бизнесменов, которые являются членами республиканской партии Армении, которые рассматривались именно как те самые олигархи, против которых вот сегодня восстал народ. Один пример. У одного из них сеть супермаркетов по всему Еревану. В эти дни все дружно бойкотировали супермаркеты, перекрывали дорогу, не только не покупали оттуда продуктов, но и мешали поставщикам продуктов, чтобы своевременно доставить продукты в сеть супермаркетов. Очень скоро, конечно, как только прошло голосование 8 мая, и, как сказал Сывак, крупные бизнесмены быстро сориентировались, и, наверное, чтобы не терять свой бизнес, проголосовали за Николая Пашиняна. Супермаркеты больше никто не блокирует. Олигархи там же остались, теперь они постепенно, мне кажется, вернут себе имидж, скорее даже, друзей революции, потому что они в такой исторический момент все-таки проголосовали за Николая Пашиняна. Бизнес, как я понимаю, точно так же останется у них в руках. Единственное, что может измениться, конечно, им, возможно, не дадут пройти в парламент, то есть вы бизнесмен, занимаетесь своим бизнесом. И второе, есть надежда, что их заставят, по крайней мере, теперь платить налоги. Во внешней политике еще менее понятны, скажем так, отличия между новой силой и старой. Что вы именно критикуете? Никол или его блоки, его соратники были известны, помимо многих вещей, в том числе и своим критическим отношением к Евразийскому экономическому союзу, членом которого является Армения. Сам Никол, как более опытный, мне кажется, политик, менее резко высказывался еще за годы до, сегодняшних событий. Но ряд его однопартийцев или членов блока «Исход» более радикально в этом смысле настроены. И поэтому ему приходилось и 1 мая, во время вот этого вот большого экзамена в парламенте, и во время разговоров со СМИ, и после теперь уже избрания, ему приходилось периодически доказывать и внутренней, и особенно внешней публике, что резких изменений во внешней политике армения, Армении не будет. Армения будет верна всем своим договоренностям, мы остаемся в Евразийском экономическом союзе. Да, я был против, но теперь уж, теперь мы уже женились, не будем же разводиться. И членство своего ДКБ тоже, как оно было, так и будет действовать. Поэтому мне не очень было понятно, что тогда кардинально изменится во внешней политике. Да, он говорил о том, что нужно углубить, усилить, укрепить отношения с соседями, а соседи у нас всего четверо, двое не считаются с ними война. С Грузией и Ираном такие, опять же, настроения, что вот нужно обязательно укрепить отношения, развивать экономические, двусторонние отношения и прочее. Ну, сегодня, независимо от Никола и его сил, именно сегодня в Казахстане был подписан договор между Ираном и Евразийским экономическим союзом о создании временной зоны свободной торговли на три года. Теперь уже стороны Армении подписывал этот договор человек новой власти, человек бархатной революции. Но было это тоже представлено как какое-то большое достижение, хотя к власти они пришли всего лишь 9 дней назад. И все эти переговоры, если Армения имела какую-то роль в этих переговорах, Евразийского союза с Ираном, то они проводились при как раз-таки той самой старой ненавистной власти. Самое, пожалуй, радикальное изменение во внешнеполитической программе Никола Пашиняна, это возвращение Нагорно-Карабахской непризнанной республики за стол переговоров. Потому что, если вкратце, то конфликт по факту идет между республикой Армении и республикой Азербайджан за непризнанный Карабах, но политика МИД Армении последние годы была четко... настаивали на том, что конфликт это между армянским населением небольшого региона, Карабаха, который сама признался, объявил о своей независимости, и Азербайджаном. Армения всего лишь является гарантом безопасности армян Карабаха и прочее, прочее. Но Армения не является стороной конфликта. Тем не менее, на переговорах Карабах не был никак представлен аж 1997, кажется, год. Последние 20 лет... 2006. Последние 22 года представители карабахских элит никак не участвовали в переговорах. И это такой немножко... Немножко, довольно сильный, я бы сказал, радикальный шаг. Ну и первый официальный заграничный визит Николы Пашиняна был в Нагорных Карабах 9 мая. А если говорить о признанных государствах, то в Россию 14 мая в Сочи состоялась встреча, для многих очень такая ожидаемая, что же будет, как же произойдет эта встреча между Николом Пашиняном и Владимиром Путиным. Ну, по крайней мере, по лицам вроде как встреча прошла хорошо, потому что, как мы не упомянули, но очень вкратце российская позиция была очень интересная. Да, многие боялись, многие не понимали, что происходит, чего от них ожидать. Какой-то неизвестный Никол, хотя отмечу, что Армении Никол давно очень известен, в Армении, в России он неизвестен, и ладно, как бы, нам, друзьям, коллегам, но многим даже специалистам или считающим себя специалистами по региону, все писали так, как будто вот откуда-то взялся непонятный нам человек. Он был, ну, понятно и известный. Но, тем не менее, нужно отдать должное, что российские СМИ, тот же первый канал, те же одиозные программы Соловьева и прочие, не сильно перегнули к палку, и очень быстро Мария Захарова, Мин России выступили с заявлениями, в которых, как минимум, были нейтральны, ну, и желали, чтобы все это скорее разрешилось мирным путем. И главное, про этот мирный путь. Все эти технологии, условно, которые были описаны, все это очень хорошо, но представить, что власть Сержа Шарксиана и республиканской партии, и полиция Армении до апреля-мая было каким-то абсолютным злом, которое было готово всех расстрелять, но не сделало этого только потому, что люди танцевали и превратили все это в карнавал, немножко, мне кажется, наивно. Я как раз-таки хочу отдать должное вот этому предыдущему периоду. Нужно отметить или признать, что Армения, в принципе, за свою постсоветскую историю сделала довольно большой путь как раз-таки в сторону вот этой демократизации. Протесты в Армении стали вообще давно уже такой традицией. Последние несколько лет каждую весну или лето проходит что-то такое в меньших масштабах. Но, опять же, напоминаю, еще и те же карнавалы и радостные мероприятия. Были столкновения с полицией, конечно же, но, по-моему, убийств не было, и, слава богу. Ну и сам факт, конечно же, отставки Сержа Сарксиана, как бы это не комментировали, мне кажется, такое интересное явление. Был общий консенсус со всех сторон, что при всех этих действиях необходимо сделать все возможное, чтобы не подвергать опасности Армению и Карабаху. Поэтому при перекрытии международных трасс, междугородных дорог, трасс, старались южное направление никак не затрагивать, пропускать, естественно, машины скорой помощи, а также машины военные, чтобы там, не дай бог, ничего не произошло в Карабахе. Но, тем не менее, все прошло, все успешно. теперь проходит назначение, естественно, новых, новых членов кабинета, министрами назначаются в основном люди в среднем от 27 до 35 лет, есть под 40, кажется, в основном все новые министры, люди довольно известные в Армении все круги узкие. Весь армянский круг дело в том, что он узкий, все друг друга знают. И поэтому просто пришли новые люди, известные, наверное, очень многим, но не в тех, наверное, сферах, в которых теперь им придется работать. Программу им еще предстоит представить, кажется, в течение ближайших недель-двух. Эта программа должна будет обсуждаться и за ней должно быть голосование в парламенте. Опять же, хочу напомнить, что есть риск, что она не так легко пройдет, потому что там все еще есть республиканцы. Далее, что произойдет с экономикой и будет действительно революция в Армении, потому что протесты удались, смена власти, смена лиц удалась. Будет революция в экономике, во внешней политике и прочее. Это еще большой вопрос и большой вызов для того же Никола. Он вроде как не очень много это и обещал, с одной стороны, потому что не было конкретики в обещании, но с другой стороны как раз таки это, наверное, и плохо, потому что каждый слышал и ожидал и представлял от этих всех событий что-то свое. Кто-то вообще представлял, что после того, как Никола придет, ему простятся его микрокредиты, кто-то, естественно, более серьезные ожидания имел. Но и сегодня, чтобы это не было просто как шуткой, Никол Пашинев сегодня буквально подписал указ, что временно приостанавливаются вот эти вот штрафы. То есть вот эти камеры и прочие временно не будут работать. Решение так сильно, мне кажется. Противоречиваю. Что? Да. И главное, я принес книгу Георгия Дерлугяна, которая вышла в прошлом году. Я ее в прошлом году читал, очень так скептически относился ко многим вещам, потому что оказалось все очень таких розовых тонах, все в Армении очень мирно, все друг друга любят и даже демонстрации какие-то милые и прочее. Мне тогда не очень все это понравилось, но теперь после этих событий, наверное, все-таки надо Георгия Дерлугяна чуть-чуть назвать таким человеком-предсказателем, потому что он нечто такое здесь описывал и говорил, что возможно будут большие перемены в регионе и в том числе в Армении, но перемены, скорее всего, это будет какой-то условный, более честный, более справедливый в рамках закона работающий капитализм, который все еще не очень понятен людям, потому что люди ожидают совсем не того там. Им хочется здесь и сейчас, им не хочется никаких алигархов, при этом всем хочется быть богатыми очень быстро и все, конечно же, ожидают, что кто-то из их ближайшего окружения скоро станет министром. Я очень с большим интересом наблюдаю за тем, как в Фейсбуке мои друзья, а у меня очень много друзей, и друзей-друзей, чьи теперь братья и сестры стали министрами, замминистром, а все друг друга поздравляют. Я не понимаю, с чем они поздравляют и чему так сильно радуются. Ну вот, мой друг стал министром чего-то. Хорошо, это, по-моему, напоминает немножко то же самое, что было при республикациях и то, что критиковалось, что вот они приводят сюда только своих знакомых и прочее. На этом, наверное, я хочу остановиться. Да, здесь ничего не пропустил. Хочу поблагодарить вас за ваше внимание и терпение. Слушали целый час. И, если возможно, перейти к вопросам, комментариям. Да, давайте договоримся. Три листа не зачитывать сразу. Сразу скрете. Да, что это. Я вижу первое... Что? Лучше представляться. Я вас знаю. У меня два вопроса, если можно. Вопрос первый. Как участвовал или не участвовал в этом армейской сайте? И второй вопрос. Ну, если я знаю, его в эволюционном, как раз, где он из-за реветрии? Например, Дагестане очень было расширены тем, что произошло в армии. Потому что схожие процессы по демократизации, они по случаю, но происходят и в целом регионе. И, в принципе, многие рассматривают единственный процесс того, что сначала это проводило в Грузии, в хорошем смысле слова, зашла очередь в Даме, и есть достаточно сильная позиция в Азербайджане, хотя это спорный момент. И на Северном Кавказе очень, очень, на Северном Кавказе очень многие тоже живут в Азербайджане. Ну да, по первому вопросу я скажу. Смотрите, Пашинян несколько раз встречался с Каталикосом. Скажем так, Каталикос он тоже воспринимается как человек власти, на самом деле. Он такой министр по делам Бога и все такое. Вот. Разные представители духовенства участвовали в акциях. Один человек вообще постоянно стоял с большим крестом на всех демонстрациях. Мы все гадали, кто он такой. Он даже как-то предложил начинать демонстрацию с молитвы очень наш, но ему было отказано в этом. Вот. Очень активно себя проявил, уже выразил поддержку наш другой Каталикос. У нас еще есть Армянская церковь за рубежом. Вот. Ну, говорят, что это такая Дашнакская церковь, ну, которые поддержали Пашиняна. Ну, как бы, как на демонстрациях были видны. И Каталикос несколько раз просто он делал заявление в письменном виде, что призывает к диалогу, призывает там к миру, чтобы там не провелась кровь. Ну, такие дежурные фразы. Ну, я просто хочу сказать, что после вот всех этих событий были даже некие высказывания, там даже какие-то богословы искали прецеденты отставки Каталикоса. Нашли четыре прецедента в 15 веке. Сейчас, ну, пока никакой процесс там не идет по данному вопросу. Сказать, что церковь там принимала какое-то участие, можно сказать, никакое. Более, если я могу добавить, здесь как раз в Петербурге, потому что во многих общинах тоже были демонстрации, это тоже удивительно и без прецедента, потому что особенно российская армянская община в каком-то смысле она активна, в каком-то очень аполитична, ну, и уж явно в демонстрациях не участвует. Но здесь перед церковью там собралось определенное количество людей, которые тоже пытались отсюда поддержать людей в Ереване. Тогда я помню, глава общины вышел и тоже, чтобы ни тех не обидеть, ни других не обидеть, предложил просто всем вместе войти в церковь и помолиться за мирную Армению. Все сказали, что помолиться мы не против, но давайте сначала покричим отвернись и потом пойдем молиться. Что было дальше, я не следил. Сказать не было? Да. Про Дагестан немножко в шутку, немножко всерьез, наверное. С одной стороны, да, лучше, наверное, тихо и терпеливо наблюдать и учиться на ошибках. Ну, как пример, конечно, это очень упрощенная картина, но случился Майдан в Украине, в Армении была похожая предыстория, что сначала хотели в одно, в один лагерь, условно говоря, потом все-таки резко изменили мнение, никаким Майданом это не привело, но терпеливо, несколько лет подождали, через 4 года все-таки подписали какой-то новый договор с Евросоюзом. Он качественно отличается, конечно, от того, что есть у Грузии и Украины, но тем не менее, это такой шаг, такая возможность не закрывать все двери и отказываться с Европой. Это одно, и второе по поводу Грузии, вот здесь порыве страсти революционной, Саакашвили активно поддерживал тоже, в фейсбуке какие-то записи делал, и кроме каких-то, ну, совсем уж, кроме небольшой группы людей в Армении, никто больше особо этим не воодушевлялся. Саакашвили, спасибо, нам не надо, мы тут разберемся. Дагестану, может быть, можно там понаблюдать за Арменией, Украиной, Грузией и прочее, но здесь важно не забывать, что Дагестан не является отдельным независимым государством, поэтому вот вся эта, все это предисловие, мне кажется, сходит на нет, потому что мне здесь действительно сложно представить какое-то такое масштабное произошло. Скажем так, это, наверное, не очень тактично, но даже Армения, она очень сильно зависима от России, это не секрет, и даже там были сомнения, что может ли все это привести к чему-то, там действительно же победят, победит революция и прочее, или все-таки приедет российский спецназ, или 102-я база, но этого не произошло, хорошо, но даже в случае независимой Армении, в Дагестане, боюсь, в этом смысле не очень такие оптимистические планы, если изменения произойдут, то они должны, наверное, произойти по всей России, чтобы в Дагестане тоже что-то было. Я стал специалистом по Дагестану. Еще вопросы, комментарии? Да. У меня вопрос. Я совсем ничего не знаю про армянскую диаспору за границей. В смысле, как она соотносилась, я уже сказала, с действующего, но для этого в какой-то исторической перспективе, она же имеет большую роль, насколько я понимаю, почему она раньше ничего не делала, а тут, значит, активно включилась и поддерживала, соответственно, вот на ООН. Российскую диаспору? Я имею в виду, что почему раньше. Ну, скажем так, диаспора всегда была активна, всегда в разных там процессах, будь то, не знаю, война в Карабахе или землетрясение там в Спитаке и так далее. То есть, диаспора всегда воспринималась как некий источник помощи. В первую очередь, там, и материальной, и, ну, допустим, в Америке очень сильные лоббистские организации, которые продвигают там армянские интересы в их представлениях. Вообще, диаспоры в западных странах в основном, как бы, один интерес, это признание геноцида и так далее. То есть, они всячески пытаются вот продвигать. Что касается, почему они вот так сильно поддержали все эти движения, из диаспоры очень много народу приехало, приезжали знаменитости, там, рокеры, там, всякие, там, артисты и так далее. Они просто, будучи люди, скажем так, свободного мира, они, как бы, Армению видят именно, вот, они думают, что вот там в демократических условиях и так далее у этого государства есть шанс развиваться намного динамичнее, нежели что вот сейчас имеется. А до этого на все, которые все на инвесторах уже не были? Ну, повлиять каким образом? Если речь идет о каких-то инвесторах и так далее, то есть, были случаи, когда и инвесторы уходили, они там, были обмануты, там, или, там, не знаю, коррумпированные чиновники, там, перекрывали кислород, можно сказать. То есть, ну, в целом диалог всегда шел. Скажем так, диаспора просто, армянская, она не настолько сильна, чтобы сильно повлиять на процессы в Армении. То, что, кстати, новая власть заявляет, уже даже речь идет о создании двух палатного парламента, куда будут включены и представители диаспоры в том числе. то есть, вот это, я прочитал статью вот этого Злобина, который написал, что Армения это прообраз будущего, это некое такое сетевое государство, где неважно, кто где живет, кто где зарабатывает, там, армянская диаспора по всему миру, там, народу два раза больше, чем в Армении, да, там, например. то есть, вот такое нечто мобильное, там, люди приезжают, уезжают, работают, там, разные инициативы и так далее. То есть, диаспора в этом плане, она более сейчас воодушевлена вот этими процессами. диаспора даже учит... А, да, сейчас, я не диаспора. Если можно, я добавлю, отвечу. А, про диаспору первой. Про двухпалатный парламент Армении, где будут представители диаспоры, давайте не забывай, что представители диаспоры это просто иностранные граждане. Ну, кого-то из них зовут просто Ашов. Но, они там граждане, США, России и прочее. Поэтому, это очень сложный технический, юридический вопрос. допустим, почему Сывака? вы, Полина, можете тоже баллотироваться тогда. Хорошо, была хорошая... Недавно я видел шутку, сейчас внутри Еревана проходят митинги против мэра Еревана, который все еще остается при власти. Была такая шутка, что, видимо, скоро и в Ереване будет, в горсовете будут представители Еревана и отдельная палата для представителей приезжих из соседних маленьких городков. так, чтобы не доводить это до абсурда. Другой станет, по поводу диаспоры и участников. Основное, самое главное лицо, самое ожидаемое в Армении был Серж Танкиан. хорошо, это солист, известный поль, вот он, известный рок-группы, многими почитами в Армении, но его роль в каких-то политических процессах очень не ясна. действительно, да, многие песни из Системово Дауна, они очень такие протестные, про политику, сам Серж кем-то даже называется немножко с левыми взглядами человек, ну, в Америке сейчас многих называют левыми, разбрасываются терминами, и при этом другого известного человека с армянскими корнями, Дарона Асамовлу, автора этой книги «WayNation's Fall», недавно, кажется, Никол Пашинян уже пригласил в Армению, чтобы проконсультировать их по поводу реформ. Это тоже, мне кажется, немножко такой показатель каши не очень в головах, не совсем понимания, кто чего хочет, потому что в таком моем идеальном мире, мне кажется, Серж Танкиан со своими условно-левыми взглядами и Дарона Асамовлу, со своими либертарианскими, скорее всего, взглядами, вообще противоположные лагери. Но и тот, и другой сейчас герои в Армении, и все очень чего-то ждут. Но Серж Танкиан приехал, Армения заживет. Вот по поводу последней фразы, просто одна реплика, в Армении вообще нет вот этого деления левый-правый, вот, ну, нет вот этой классики, да, там, ты можешь быть левым, можешь быть правым, но, будучи там правым, там, не знаю, по взглядам, у тебя поведение может быть вполне левое, и наоборот. То есть, я вот, когда говорю, что в Армении нет вот этих классических партий, я именно это имею в виду, когда просто вот есть власть и остальные, вот, среди остальных есть какие-то значимые фигуры, которые вокруг себя организовывают власть. До того, как республиканская партия вышла к власти, в Армении была другая партия, там, общенародное движение, да, там, которая вообще протестовала против Советского Союза, пришли к власти, после того, как президент, первый президент подал в отставку, от этой партии сейчас ничего просто не осталось. Я просто уверен, что с республиканской партией произойдет все то же самое по одной простой причине. Они никогда и не были партии в плане, там, политической борьбы и так далее. Это чисто номенклатура, ты, как бы, заявляешь свою принадлежность к данной группе и это обеспечивает для тебя доступ, там, да, к неким благам, это некий социальный лифт. Да, все вот эти студенческие советы в университетах, все вот эти активисты, карьеристы, лизоблюды там и так далее. То есть ничего предметного там просто нет. Не, дай бог, конечно, если что-то они сумеют создать, но пока я наблюдаю кресиную вот эту беготню оттуда из этой партии. Извините, у вас был вопрос или комментарий? Да, ну я просто хотел бы, чтобы те, кто не всего знакомы, представители армянского товарища в городе в Санкт-Петербурге, один из тех людей, который непосредственно в Санкт-Петербурге принимал участие в организации армянской общины в неких демонстрационных событиях. Ну, мое мнение по поводу того, что там происходило, на самом деле то, что происходило там, я из-за, кстати, того, что вы написали карнавал, из-за этого и пришел, потому что в целом я с вами согласен. На самом деле отработана гигантская технология, политтехнологическая, которая разработана на Западе, не будем сейчас пугаться, ах, запад, ужас, ужас. разработана на Западе и это называется ползучий процесс, переговорный, так или иначе. Что значит ползучий переговорный процесс? Серж, значит, первый этап, да, первый этап был какой? Серж, Сейчас к власти пришла партия Елк, она же исход. Политические взгляды партии Елк совершенно очевидны. В прошлом году партия Елк призывала сменение названия улиц, например, Геливань, посвященных к Великой Отечественной войне или каких-либо связей с Россией. То, что сейчас происходит в Армении, связанное с его иконом Пашиняном, это ничто иное, как то же самое, что происходило, как коллега сказался, с публиканской партией, то есть назначение друзей, зватьев, братьев на должности, которые на самом деле, с точки зрения профессиональных навыков, не позволяют. Там есть несколько исключений, это министр иностранных дел, который ранее был представителем Армении в ООН, и господин Донуян, который был ранним министром по чему всякой ситуации. Все остальное, это назначенцы, которые не обладают профессиональными навыками. Это неплохо и это нехорошо. Возможно, этим людям дадут шанс развиваться. Что касается Армении по поводу изоляции, дорогие друзья, Армения и Россия это две огромные большие разницы. У Армении была, у граждан Армении была техническая возможность сказать нет изоляции. К сожалению, российское общество пришло в состояние, мы с вами, и я, как тоже гражданин России, мы с вами пришли в ту стадию, когда вы не можете сказать нет, мы пришли в период абсолютной авторитарной власти на территории Российской Федерации. И те, кто не согласен, это не Навальный, это десятки тысяч политически заключенных на территории России, которые не сидят в тюрьмах, они сидят в психушках. Это люди, которых расстреливают, это люди, которых насилуют, это люди, которых увольняют с работы. В Армении этого не было, потому что там был лагерь российский, был лагерь западный, и у Армении армянской политической элиты не было возможности поступать резко. У российской политической элиты эта возможность, к сожалению, есть. Спасибо. Да, спасибо. Старшина. Да, вот этот микрофон, он тоже разработан на Западе, да, усилиями многих ученых и так далее. Им спокойно могут пользоваться в Северной Корее, и я не думаю, что их можно обвинять в том, что они используют западную технологию в достижении каких-то целей. То, там, где что разработано, это не важно, главное, как это используется. Вот там это было использовано на высшем уровне. Честно говоря, я не знаю ни одного случая в Армении, ни даже дискуссии, когда речь идет о смене названия улиц, которые каким-то образом ассоциируются с Великой Отечественной войной. Там есть другой... Киевиан с улицей Московиан врачи отчет жива. Если вы не информировали, то это... Слушайте, а вот улица Киевиан или Московиан какое отношение имеет к Великой Отечественной войне? Есть там несколько улиц, названные в честь... Я бы планирую, факт-чекинг, просто погуглите, узнаете, какие имя предлагают. Я могу сказать, вот улица Касяна хотели поменять, это просто армянский революционер и так далее. Последнее просмотрение, если позволите, касательно армянской диаспоры, то, что Канега сказала. Армянская диаспора в течение десяти с лишним лет была обманута, обманута очередной партией, которая с конца 19-го столетия возможно кто-то из моих коллег тоже симпатизирует. Эта партия Дашвак-Тисюн, которая называется националистической себя, она вкупе с Единой Россией и Армянской республиканской партией пошла во власть. И она же во время революции сменила флажки и стала революционной. Сразу. Эта партия несколько столетий, уже два столетия подряд, придрает армянскую праву. связующее звено с Запада и Армении и вообще с диаспорой армянской и самой Армении. То есть вот этот пшик в глаза армянской диаспоры, что все окей. Вот это была партия нашелся изменить, пожалуйста. Спасибо. Тогда нужно обещать дальше не продолжать. Можно вас отдельно пригласить на лекцию. если есть еще или вопросы или комментарии. Извините, я видел Ивана первую, но потом... Спасибо большое, очень интересно. У меня вопрос про международную реакцию, но про российскую как раз более-менее понятно. Видели? Вот какие еще страны вообще как-то успели высказать свое процессе, особенно не по итогам уже когда стало понятно, что все в процессе высказывали свои предпочтения, не было ли оценок, что кто-то вмешивается в процесс, печеньки не раздает американцы или русские или еще кто-то. С другой стороны, я читал комментарии Маркедонова, которые говорят, как хорошо, что Азербайджан проявил сдержанность и не воспользовался событиями в Армении для того, чтобы развязать... То есть оценки действий других стран в процессе. Можно услышать? В целом, смотрите, во время протеста очень активно в основном послы разных стран, там США, Евросоюза, России, периодически встречались и с Пашиняном, и исполняющим обязанности, там, премьер-министра. Вот единственный такой политический десант, который приехал в Армению, это российские депутаты. в основном депутаты, которые считаются такими друзьями Армении. Ну, они здесь там скажут, ой вы, хороший народ, и так далее. Там Затулин, сенатор Рыжков, который в Армении считается популярным человеком, и так далее. У них были опасения, в целом, они высказывали, что мы не знаем, кто такой Пашинян, что будет дальше с нашими отношениями, и так далее. Но всячески им давали вот эти гарантии, что ничего такого не произойдет. Более того, Пашинян несколько раз подчеркивал, что вот эти союзнические отношения с Россией, это в первую очередь в интересах Армении. Мы не то, что просто заявляем о продолжении внешнеполитического курса, это в наших интересах, вот поэтому мы это должны укрепить. Реакция основных СМИ западных была в целом такая положительная, постоянные там комментарии шли, в основном Deutsche Welle, BBC, CNN. Да, еще неожиданно положительные по поводу чего-то процесса, что и комментарии там разных там и газет, и журналов, они явно Саркисяна представляли как узурпатор власти, человек, который пытается воспроизводить как бы свое правление и народ восстал. То есть, вот в этом ключе. Более того, вчера неожиданно для меня еще и Трамп поздравил. Я, честно говоря, первый раз вижу, чтобы там американские президенты хоть кого-то поздравляли. Поздравляют, но ладно. Но Саркисяна что-то... Они даже иранцев с наурузом поздравляют. Нет, Саркисяна не поздравили, когда он стал премьер-министром, между прочим. Не правил, да. Реакция была положительная. Российская реакция. Здесь, конечно, в основном разные такие эксперты с армянскими фамилиями начали там орать на всех каналах, что это Майдан, но их быстро заткнули. И да, еще вот этот Леонтьев допустил себе очень такие грубые высказывания, что там надо высадить два батальона и топить в крови. Ну, сейчас он уже извинился, но... Юрьев сказал. Ну, в любом случае, сейчас там подан иск в Следственный комитет, посмотрим, чем все это закончится. посольство России в Армении сделало заявление, что все, что скажут, мы к этому не имеем отношения. Смотрите, в общем-то, что говорит Песков и Мария Захарова. Вот это наша официальная позиция. Собственно, вот и все. Азербайджан и Турция как-то вообще... Вот, если можно... Мне кажется, реакция внешняя чем-то, наверное, была продиктована еще и настроениями внутри страны, и вот именно здесь, наверное, нужно отдать должное тем же и демонстрантам, и хотите или не хотите республиканцам тоже, потому что когда в самой Армении это не привело к такому открытому конфликту и кровопролитию, когда со всех сторон... Ну, да, понятно, были эмоции, были какие-то эксцессы, но все равно акцент все время ставился на том, что это все должно быть мирно и что все это во благо новой Армении. Вот тот же пример демонстрации здесь в Петербургской общине, да, что вот там пойдем вместе помолимся за мирную Армению. Мне кажется, возможно, это наивно, что это тоже как-то немножко продиктовало тем же внешним комментатором из России и западных стран как-то более сдержанно. Я, честно говоря, не совсем прочитал вот точно такое же... Не было, по крайней мере, открытого поддержки именно демонстрантов, не было какого-то общего такого хайни Сержа Саркисяна, что вот он должен непременно уйти, потому что обычно они особенно из западных стран, Евросоюз и прочее, они зачастую могут более резко высказываться или занимать или иную позицию. Но здесь как в случае с Россией, так и с западными странами, как мне показалось, скорее была вообще такая позиция призыва всем добиться того, чтобы все это было мирно, чтобы было в рамках законности и прочее. Поэтому здесь каких-то острых столкновений как внутри Армении, так и в внешнеполитическом смысле не произошло. В региональном контексте, насколько я знаю, с грузинским премьер-министром и, возможно, с президентом тоже. Еще на ранних этапах у Николая Пашиняна также были переговоры, и президент Армении Армения Сарксиан говорил со своими грузинскими коллегами. С Грузией в этом смысле была такая, так скажем, координированность какая-то. Иранцы очень долго молчали, просто не слышали, не замечали. СМИ тоже не так активно. То есть СМИ иранских появлялись, какие-то новости, но довольно сухо и сжато. Официальных заявлений со стороны МИД, Ирана я не знаю. И, насколько знаю, их вообще не было. Поздравление от Рухани поступило буквально на днях. Я уже путаю даты. Кажется, практически вчера было, почти уже 10 дней спустя, когда поздравлять Никола уже не так страшно. Его в самой Армении поздравляют, его оппоненты почти. Турция немножко был интересный момент. Есть какие-то импульсы, возможно, ожидания, но все-таки новое лицо, новая сила, может быть, как-то можно с ними к чему-то прийти. Я не уверен, конечно, что из этого что-либо выйдет, потому что рано или поздно опять встанут эти вопросы предусловий или без предусловий. Да, заявление. Ну, опять же, в Турции, по крайней мере, тоже не были агрессивно настроены и пытались подавать какие-то сигналы, что они готовы к диалогу с другими армянскими властями. Азербайджан, естественно, извини, они, по-моему, никак не высказывались, скорее всего, в Азербайджане это просто не очень приятная новость, что в соседней стране такое происходит. Азербайджанцы, с одной стороны, конечно, уже привычка ненавидеть Армению, но с другой стороны, тоже, как почти в Дагестане, чуть-чуть тайком радовались, насколько я понимаю, что вот все-таки так тоже можно. И даже кариканду выйдет. Да, и по поводу Ирана, просто там я вот только от российских вот экспертов, так называемых, в частности, от Шевченко и Михеева слушал, что на самом деле все это устроено Западом против Ирана. Накануне там снять санкции там, накануне там вероятной войны против Ирана, и вот это как бы бьет по тылу Ирана. Хотя от иранских комментаторов что-то таких слов никогда не слышно. Я предлагаю Шевченко, Леонтьева и остальных просто сейчас оставить, потому что они фрики, они постоянно что-то могут говорить. Но фрики, не фрики. Давайте слушать Пескова и Захарова. А по поводу Азербайджана еще и помимо всего как бы был телефонный разговор между Лавровым и министром иностранных дел Азербайджана, то есть как-то они пытались сдерживать, чтобы вдруг не произошли на границе какие-то провокации. И один любопытный момент. В эти дни в Азербайджане проходил турнир Формулы-1. И никто бы во время такого турнира скорее всего ничего бы не предпринял. Не знаю, совпадение, но это играло на руку. А, да, у вас. Да, у вас. Добрый день. Я хочу рассказать, если мы на вашу вопрос обратиться, по поводу выступления целого структур и представителей Афр. Какие это были выступления, если были какие-то важные реперты. И еще по поводу агрессии. Были какие-то все-таки важные состояния, которые можно описать. Ну, и последний вы еще начали. А, все, хорошо. Начнем с кепки. Со сложного. Да, здесь написано духов, ну, это русское слово дух, но оно как бы на таком армянском уличном жаргоне означает как бы смелее, дерзай и так далее. И вот как бы это слово стало опять-таки так как там участвовали много и молодых и подростков, это для них очень такое слово, да, которое всегда так призывает не бойся и так далее. то есть вот. Это как бы понравился и как бы лидеру демонстрации он долгое время ходил вот в такой кепке. Вообще, что касается символики, там просто на ходу придумывалось все. Я видел людей, которые ходили там с футболками, там 7% написано. Вот это те 7% о которых там говорил Саркисян. Или я не знаю, я видел младенца, у которого был плакат, что это молочный бунт у меня. вот я не буду есть молока, пока как бы тут он не подаст подставку и так далее. Это все сразу как бы пошел там в тираж и креатива там было очень много. Так, столкновение, вы имеете ввиду демонстрантов и полиции. Были какие-то стычки, были задержания. Ну вот самое такое важное, что случилось, это задержание самого Пашиняна и вот двух остальных его коллег, депутатов. Вот это как бы вызвало очень такие сильные чувства у людей. Помимо этого, по разным подсчетам в общей сложности было задержано 500 человек. Ну, их всех как бы отпустили. Были люди, которые получили травмы там и так далее, но таких сильных столкновений не было. можно сказать, этого как бы удалось избежать. Здесь как бы надо отдать должное силовикам. Что касается силовиков, здесь вы просто я понимаю, почему вы это спрашиваете. в Армении нет такого понятия, что там силовые структуры сами по себе какие-то акторы. Более того, в Армении казаки-то как раз появились. Я вот удивился, да, вот эти тетушки были там. Полиция в Армении это политичный орган, это даже не министерство, это просто называется полиция Армении. И глава полиции даже не имеет права быть партийным. То есть это человек такой, функционер. То же самое касается комитет по национальной безопасности. Они тоже не министерство. Это почему говорят? Там вот эти силовые центры они не являются какими-то акторами, чтобы еще каким-то образом повлиять на ситуацию. Хотя очень многие говорят, что глава полиции отказался применять силу в случае если появилась бы такая необходимость. Это уже такие. байки легенды. По поводу полиции и армии. Армия наверное в Армении такая пользующаяся наибольшим авторитетом структур. Это священная корова армия. Его никто не трогает. Страна довольно милитаризированная. простите. Армия так или иначе довольно популярна. Многие конечно пытаются избегать службы в армии. Но при этом считается это относителем истории успеха. Что многие сферы жизни не удались, но армию зато хорошую построили. И в этом смысле естественно в никаких демонстрациях армия никогда не участвовала. В этих событиях там были как раз такие кадры. Я пытался паузу найти, но не смог. Вы наверное видели, они там уже крутятся много раз. Был момент, когда из дислоцированной веревания небольшой войской части это часть армянских миротворцев, которые в рамках общих ООНовских сил участвуют в разных операциях в Косово, в Афганистане и в Ираке только в качестве водителей и прочих. То есть они не активный миротворцы, не стреляют. Да, да, да. Их очень мало, я не знаю, какое там количество, небольшая такая часть. Что? Да, да, да. И вот они, то есть кадры здесь, где видите, люди в таких камуфляже выходят, обнимаются с народом и прочим, это люди именно из этой части, такие миротворцы, но даже их, конечно же, тот же Никол призвал как можно быстрее вернуться в своей части, потому что это не тот ход событий, который мы хотим. Никто не призывает армию, взять оружие, выйти на улицу и бороться против страны. Это был бы такой выход из рамок вот этих вот правил игры в условиях. По поводу полиции, в замглаве Ереванской полиции на тот момент замглавы Валерий Валерий Осипян, что-то пришли люди с русскими именами, Никол Пашня, Валерий Осипян. Он Осипян долгие годы, он уже стал такой же как бы частью всех этих протестов, которые ежегодно повторялись в Армении таким мемом. С одной стороны, да, представитель полиции, там, не знаю, везде появляется, но это чаще всего был человек, который участвовал во всяких переговорах с теми или иными демонстрантами, и со многими он просто уже был знаком, они ходили на работу, то есть, вот Валерий доброе утро, вы пришли, вот вы в своих ледах, мы здесь, по разные стороны колючей проволоки. Есть много видео именно с этих событий, когда там Никол Пашинян спорит с Осипяном, но все это скорее похоже не на такое противостояние белых против черных, а максимум внутрипарламентских дебатов, вы не правы, потому что так, и самое, наверное, интересное, это то, что сейчас после всего этого про новые назначения говорили, вот тот самый Валерий Осипяц сейчас назначен главой полиции Армении. Опять же, вопрос к вот этой ожидаемой иллюстрации, которой скорее всего никакой не будет, потому что она и не обещана. Ну, Осипян стал теперь главой полиции и многие наиболее радикально настроенные демонстранты не очень хорошо это восприняли, потому что, ну, вы знаете, вот лично Осипян там меня бил, задерживал и прочее, а теперь вы его назначили, мы разве для этого боролись. Вот у вас один, кстати. Так что силовиками тоже такая ситуация была не очень понятная. и в целом вот так, вот кадры, что, собственно, тоже стало таким фактором, благодаря которому избегали столкновений, кровопролития. Я считал, вот недавно Григорий был в связи европейского, писал тоже большую статью на эту тему, и там он, собственно, пишет о том, что было бы большой глупостью вот этим невооруженным демонстрантам нападать на хорошо вооруженную полицию, и точно так же, ну, там у него немножко другими словами, было бы глупостью для тех же полицейских хорошо вооруженных первыми начинать стрелять в том случае, когда против них никакого насилия не применяется. Были курьезные случаи, когда человек просыпался с утра, приходил в полицейский участник, говорил, знаете, я хочу сегодня пойти на демонстрации, вот, чтобы вам не приходилось ехать за мной на площадь, можете меня сейчас задержать. Ну, тебя, опять же, в ступор, за что тебя сейчас задержат, не за что-то. Ну, вот он спокойно ехал себе на площадь, а дальше, как на фото. Да? Скажите, пожалуйста, что происходило 24 апреля и что было в провинции? Так, смотрите, вот мы про армию сказали, да, что это вот такая священная корова, вот, его никто не трогает в Армении. Вот то же самое касается даты 24 апреля. Это день поминовения жертв геноцида и так далее. и в этот день неважно уже демонстранты или, не знаю, республиканцы или кто-нибудь не было, все просто дружно-мирно посетили мемориал, положили цветы, отдали свои дань памяти и так далее. За день до этого, да, вот, Северсаксиан как бы подал в отставку. Здесь, кстати, вот эта дата, скорее всего, сыграла не последнюю роль, потому что никто не мог себе представить, что 24 апреля может произойти там, не знаю, силовой разгон там, демонстрации или еще что-то. То есть, это получится, ты каким-то образом ассоциируешься с какими-то очень важными трагическими событиями там в истории Армении. В целом, в этот день даже было такое негласное правило вообще ничего не проводить и никто не нарушил это правило, даже никто особо никаких комментариев не давал. Ну да, по большому счету, день тишины перед выходом. Есть еще комментарии или вопросы, что в провинции? Ах, да, что было в провинции? Ну, в провинциях было, ну, 24 апреля или вообще? В провинции ну, скажем так, вот в двух остальных крупных городах это Юмри и Иванадзор. Он 25 и 26 числа совершил турне по этим городам. Вот 120 километров они проехали за 7 часов. Они останавливались, то есть их останавливали у каждой деревни, у каждого городка. Там принимали, не знаю, обнимали, там даже хотели барашка резать. Он даже помиловал там одного барашка. то есть принимали, но очень так воодушевленно. В Гюмри также там площадь была полная, в Анадоле то же самое. А вот почему он не поехал на юг Армении, до сих пор что-то остается для меня загадкой. Здесь там могут быть разные мнения. Но он объяснял, что просто времени нет. в Карабахе так же люди поздравляли друг друга, что наконец-то избавились от сержа. Хотя многие почему-то в России считают, что есть понятие карабахского клана, там все такое. Это все ерунда полная. Я хочу напоследок попытаться вас всех развлечь немножко. Если я, конечно, быстро смогу найти трейлер. Если пока что есть вопросы, комментарии, что? Трейлер, да. Да, да, да. Я не помню, да, ну или нет. А, вот он. Очень много всякого уже. Даже компьютерная игра есть. Началась. этого не избежать. Мы погрязли в грехах. Мы наполнены миром насилия. Значит, нас с них нужно истребить. Что ты хочешь? Ты всерьез решил защищаться от меня здесь? Я защищаюсь не от тебя. У меня засмирает войско. А ты один и поставишь мне вызов? Я не один. Моих вечеринок вечеринок для меня. Моих вечеринок Спасибо.